В этой встрече наши спортсмены показывают красивую, зрелищную борьбу. А только что вы видели на ваших экранах, был главный судья этих соревнований. Судья высшей международной категории Мюкзар Журули, а помогал ему на гонге его сын Георгий. Теперь весовая категория до 74 килограммов. Справа на ваших экранах в красном трико нацакан Искандарян. Слева еще один польский спортсмен Йозеф Трач. Йозеф серебряный призер Барселонской Олимпиады, он неоднократный чемпион мира и чемпион Европы. Его соперник москвич нацакан Искандарян, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы и победитель Барселонской Олимпиады. Вот именно эти два спортсмена боролись хорошо вот еще в стойку, сделает бросок. Отсюда уже точно сделает нацакан бросок, точно. Четыре балла. И сразу же накат. Еще два балла. 6-0 должен повести. Именно они в 92-м году в Барселоне сошлись в финале Олимпийских игр и там победил в нацакан Искандарян. Такое ощущение, что Йозеф Трач не ожидал от своего постоянного соперника такого напора. Позволил себе вытащить в стойку и провести такой великолепный бросок. Плюс расслабился при падении и пропустил сразу же накат. И отыграть уже такое преимущество, которое сделал себе нацакан Искандарян, польскому борцу будет очень сложно. Но вот видите, в партере молниеносная атака и сразу же зарабатывает 2 балла. Пытается тоже вытащить с захватом за поезд стойку. Вот посмотрите, какое интересное положение. Упирается в руку соперника нацакан Искандарян. И тем самым как бы не дает возможности подтянуть захват и вытащить стойку. Вы знаете, может быть даже Искандарян чисто тактически отдал этот балл. Потому что время работает на него. Видите, зрители хлопают и победителем в этом весе становится Мнацакан Искандарян из Москвы. И счет в этой встрече 5-1 в пользу сборной команды России.